Вы знаете, что не оплачивают зарплату работникам? Это видео сделано буквально на той неделе. Несколько десятков дворников компании «Пик Комфорт» вышли на улицы Химок, но в этот раз не для уборки. Заявляют, задержка зарплаты перешла все границы. Последствия на этих фото – переполненные мусорные контейнеры, заваленные пакетом и бытовыми отходами тротуары. Журналисты нашего телеканала решили выехать на место и разобраться в ситуации. Дворник Акман трудится в районе Новокуркино последние шесть лет. А вот с декабря того года начались проблемы. Зарплата – 18 тысяч рублей в месяц. И это не могут выплатить. Вместе с коллегами по цеху договорились – пока не заплатят, делать ничего не станут. Что происходит? Мы знаем, что была забастовка, да? Да, да, уже вот 8 дней уже не работаем. Сколько человек бастует? Где-то 35 человек. Акман рассказывает, дворники работают на подрядную организацию, которую нанял Пик Комфорт. Третий месяц без денег, выживают как могут. Вот в таких условиях. Помещение предоставил работодатель. Он же, по словам сотрудников, отключил свет и воду, как только узнал о забастовке. Вы здесь живете, да, вот в таких условиях? Да, это бардаки здесь. Свет нет. То есть они вам отключили свет, да, как только вы обновили? Да, да, да. Свет и вода нет. Вот это вы специально отключили. И свет и вода, да? Зарплату не отдаешь. Четыре месяца уже. Ну да. Ждем здесь вообще. Сегодня обещали, завтра обещали. Только обещали. Только обещали. А у вас там жена, дети? Все есть, жена есть, мама, все кормить надо. Возмущение дворников поддерживают и консьержи. В одном из подъездов на молодежном проезде на интервью вызвалось очередной сотрудник нерадивого подрядчика. Правда, высказывается она не так категорично, как дворники. Надеется на совесть работодателя, ведь сама, несмотря на задержку зарплаты, не прекращает выполнять обязанности. Аванс нам дали за ноябрь месяц. За ноябрь месяц? Да. То есть сейчас, в феврале 2020 года, за ноябрь 2019? Это такие задержки? Да. Я работаю, как положено, и все. Все свои функции я выполняю. У вас тоже в обязанность ходит уборка? Ну да, мы все жилые холлы убираем. Мы проехались по району, который обслуживает управляющая компания. Отсутствие дворников видно сразу. Что вы думаете по поводу того, что здесь будет мусора столько? Безобразие. Что мы в этом думаем по этому поводу? Правда, на фото, сделанных в самом начале забастовки, масштаб трагедии был куда больше. Прям горы мусора были? Были, 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 да. И телевидение приезжало уже не раз. И мусор только вот убрали буквально. Недавно опять горы были. Как же коммунальщики решают проблему? Идем в офис организации за комментарием. Пока управляющего на месте нет, но есть заместитель. Любезно соглашается помочь разобраться в проблеме. У нас на подряде по тендеру зашла организация, которая занимается дворниками. То есть они у нас на подряде. Они сейчас этим вопросом занимаются, и на этой неделе вопрос должен закрыться. Зарплаты обещают закрыть на неделе. С мусором тоже разбираются. Привозят дворников с других территорий. Но зачем такие сложные меры, когда есть более простой выход? Ну просто, например, можно же поменять там подрядную организацию, которая будет более уважительна. Ну это не в нашей здесь, не на месте. Это в центральном офисе все происходит. Почти тендеры, все там происходит. Мы обратимся в центральный офис. Ведь так или иначе, задача управляющей компании – разбираться с подрядчиками, убирать нерадивых и ставить ответственных. Ни персонал, ни жители не должны становиться крайними и страдать от недобросовестных коммунальщиков. Алена Беляева, Юлия Куштейко, Николай Забродин, Служба новостей.